Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. «Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину». Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карьи глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал, что оставлен, бедняга, эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга. Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи. На месте, как бык, потоптался и ринулся в непогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут видно о рыжей дворняге, не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то по шпалам, из сил выбиваясь, за красным, мелькающим светом. Собака бежит, задыхаясь, споткнувшись, кидается снова в кровь лапы, а камни разбиты. Что выпрыгнуть? Сердце готово наружу, из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело. И, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы. Ведь, может быть, тело дворняги, а сердце чистейшей породы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok